С названием «Новые горизонты глобального мира. Наука, политика и экономика». Эта конференция проходит в рамках недели науки в военнике. Первое наше университетское научное мероприятие, которое началось еще в понедельник. Сегодня, в последний день работы научного форума, наша конференция приступает к работе. И я скажу буквально несколько слов перед тем, как предоставить слово первому проректору, нашего университета Вячеславу Александровичу Бородарькину, о том, что тема конференции, она приурочена, была приурочена и к 70-летию Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, завершению второй, 70-летию мы перевели завершение Второй мировой войны, 70-летию образования Организации Единственных Наций, 2 месяца это отмечалось, это отмечали для ИГРА, 70-летию образования Венецко, то есть, собственно, такие 70-летия совпали все, пришлись на один год, и поэтому сама тема конференции, как раз и была приурочена к этим, будем говорить, юбилейным событиям, которые начинают не только наши страны, но и все, как раньше было принято говорить, как решение человечества. Наша кафедра, кафедра Горболитии и Геополитики, подготовила материалы конференции, вот они сегодня, которые мы уже приобрели к нам, пираж небольшой, а выступления в программе, если как раз, имеется, так, что все можете его получить. В программе у нас заявлены ряд, были заявлены ряд известных ученых, это и генерал-полковник Ивашрополь Викторович, президент Академии Геополитических Проблем, его точно призвали по службе командировку Грым. Остар Акаевич Акаев тоже пришлал материалы, обещал быть, но его вызвали по миру, он летел вчера, 19-го числа, на отключение премии мира. Поэтому мы будем работать с таковым ручном судовицей решения, ручном управлении, и большая часть, у нас первая часть будет поздравительная, а вторая часть собственной научной конференции, которую откроет своим докладом Юрий Петрович Савельев, наш славный ректор, многие годы был депутат Совета Государственной Думы, срок большой, и сейчас он работает профессором нашего инстинента, пишет много интересных книг, и об одной из своих последних работ он нам будет все равно сделать сообщение. Поэтому регламент нашей работы будет следующий. Мы работаем, значит, первое тренарное заседание с этого момента до 13.30, затем у нас будет 405-й аудитории Coffee Break, перерывчик небольшой, а потом с 2-х до 4-х мы продолжаем работу нашей научной конференции. Вот такой общий регламент нашей сегодняшней работы. 16.30 будет объявление итогов работы всех конференций в рамках недели науки в Белинейке. Это хорошая, на мой взгляд, традиция. И теперь уже и наше, так сказать, гуманитарное крыло нашей кафедры тоже будет, так сказать, приурочивать к этим неделям, а они связаны, кстати говоря, и со знаменательной датой, 19 ноября, день ракетных войск и архиверии. Это праздник, который я всегда отмечал и отмечаю, как важное событие для студентов, я думаю, это большой, так сказать, повод осознать еще раз, в каком высшем случае он учится. Итак, мы приступаем к нашей работе. Я предоставляю с новыми правами и санкций в Баджаре. Я вам проекцию, проекцию по хердору, дайте...